Пасхальный яйц Привет! С вами Корней. Сегодня я хочу поставить один любопытный физический эксперимент, связанный с пасхальными яйцами. На Пасху существует традиция бить яйца друг о друга. И тот человек, чьё яйцо остаётся целым, считается победителем. Когда я был ребёнком, один хитрый дед поделился со мной секретом. Он сказал, что чаще всего, в целом, остаётся то яйцо, которое движется быстрее. Тогда я ему поверил. Но позже усомнился. Потому что в школе начал проходить физику. И познакомился с третьим законом Ньютона. Который гласит, что действие равно противодействию. А это означает, что неважно с какими скоростями двигаются тела. При их взаимодействии, они на оба эти тела воздействуют одинаковая сила. Поэтому шансы на то, какое яйцо окажется разбитым, всё равно равны. Но потом, я усомнился вновь. Уже в этом. Потому что познакомился с интересными явлениями. Которые сопровождают торнадо, смерчи, ураганы. Во время них, предметы, которые, казалось бы, являются непрочными, хрупкими. Способны пробивать что-то действительно прочное. Например, деревянная щепка может пробить бетонную стену. Само по себе, что бетонная стена пробивается, это неудивительно. Потому что щепка летит с огромной скоростью. И обладает очень большой энергией. Поэтому бетон может быть пробит. Удивительно другое. Что бетон пробит. Но сама щепка при этом, остаётся целой. Потому что на саму щепку, по третьему закону Ньютона, тоже оказывается такое же колоссальное воздействие. И она тоже должна была бы разлететься на мелкие части. Но щепка остаётся целой. И вот эти удивительные факты, подтолкнули меня на то, чтобы проверить секрет того хитрого деда. Итак, я буду брать сейчас по два яйца. И у меня два кубика. За красное яйцо я буду бросать красный кубик. А за зелёное синий. У меня просто не нашлось зелёного кубика. В зависимости от того, на каком кубике выпадет больше очков, тем яйцом я и буду наносить удар. И мы проверим, действительно ли яйцо, которое движется, имеет больше шансов остаться целым. Итак, начнём. Наносим удар красным яйцом. Красное яйцо разбито. Пока теория дедушки не подтверждается. Берём следующую пару яиц. Наносим удар зелёным яйцом. Разбито зелёное яйцо. Вновь версия деда не подтвердилась. Продолжаем эксперимент. Наносим удар красным яйцом. Разбито зелёным яйцом. Разбито зелёным яйцом. Первое подтверждение. Ну пока два один против деда. Дальше. Красным яйцом. Три один против деда. Следующая пара яиц. Зелёным яйцом. Три два против деда. Я думаю эксперимент мы сейчас продолжим. С оставшимися целыми яйцами. Чтобы набрать всё-таки больше статистики. Итак, пока три два против деда. Зелёным яйцом. Зелёным яйцом. Зелёным яйцом разбито. Четыре два против деда. Так. Красным яйцом. Четыре три против деда. Так. Зелёным яйцом. Так. Четыре. 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 И последняя пара яиц. Красным яйцом. Пять четыре. В пользу деда. Ну, в принципе, как вы понимаете, такой небольшой перевес ни о чём не говорит. Это обыкновенная случайность. Мы видим, что секрет хитрого дедушки не работает. И конечно же работает третий закон Ньютона. Мы не должны верить каким-то суевериям. Каким-то приметам. Мы не должны верить шарлатанам. Которые показывают нам псевдоэксперименты. Которые на самом деле являются какими-то фокусами. Конечно же, мы должны верить в настоящую науку. Ну, а то, почему всё же деревянная щепка пробивает бетонную стену. И при этом остаётся целой. Как это можно объяснить? Если кто-то знает, напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Корней. Пока.